Душа Душа Я вам поставлю сейчас запись того, о чем говорила. Голос повторяет фразу три раза, а потом произносит другую. Я позову Халема, мертвеца. Вы слышали? Это потрясающе. Вы слышали, как он сказал? Не надо над нами смеяться. А третий голос говорит. Я молюсь. Я его спросила, где он находится, а он ответил. Я молюсь. В это невозможно поверить, но эти фразы произносят люди, которых уже нет. Все они умерли. То, что вы сейчас видите, это записанный на диктофон сеанс инструментальной транскоммуникации. Современный вариант спиритизма. Только абсолютно научно обоснованный. Вместо деревянных дощечек с буквами достижение технического прогресса. Магнитофоны, телевизоры, радиоприемники, компьютеры, телефоны и другие технические средства, с помощью которых получается информация в виде звуков, изображений или текстов. Это наш телефон. Он очень старый и пыльный. Мы купили его в 1999 году. Он способен улавливать голоса духов. В нем есть автоответчик. Когда я прихожу домой и слушаю сообщения на нем, часто, если люди начинают говорить не сразу, если они делают перед началом разговора небольшую паузу, духи могут вставить в диалог свое слово. В самом первом сообщении, записанном на этом автоответчике, говорилось, ее нет дома. Но звонивший не мог этого слышать. Голоса слышны только в записи. Кому принадлежат эти голоса? Это и есть души умерших? Есть ли вообще у человека душа? И что это такое? Жизнь людей часто наполнена болью утраты и отчаяния. Тогда вера в бессмертную душу дает надежду. Но учитывая достижения нейрологии, физики, химии, биологии, в понимании того, как работает мозг, большинство ученых становятся на сторону материализма. Они полагают, что только физическая действительность реальна. Может ли наука помочь в поисках души? Вот давайте сейчас посмотрим, как это делается, но, естественно, на живом человеке. Значит, у нас есть пациент, который согласился поучаствовать в этом эксперименте. Пожалуйста, подходите. Значит, наша задача – ставить пальчики вот сюда на экранчик прибора, один за другим. Вот давайте вот так вот и коснитесь там стеклышка. Чувствуете, касаетесь стеклышка, да? Так, следующий пальчик, пожалуйста. Это изобретение профессора Короткова сокращенно называют ГРВ – газоразрядная визуализация. Аппарат сканирует энергетическую информацию. На экране компьютера в виде графиков и диаграмм можно моментально увидеть состояние органов и систем пациента, оценить его физическое и психологическое самочувствие. Исследователи сделали сенсационное открытие. Этот прибор может запечатлеть душу человека. Исследуются потоки фотонов, электронов, стимулированных электрическим полем, и на основании, как бы, особенностей этих потоков делаются какие-то заключения. То есть это квантовый процесс. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы таким образом можем исследовать процесс, связанный с сознанием, с душой, мы сейчас стоим на очень уже хорошем основании. И современная наука говорит о том, что процессы сознания, ну и тем более духовные процессы, это процессы, которые могут, если могут быть описаны, то только в квантовых терминах. То есть это не, скажем так, процессы ньютоновского характера, а это процессы следующего уровня. Процессы квантового мира, который имеет очень много абстрактных и нелогичных для нас законов. Изучая свойства камеры, ученые решились на эксперимент. Они снимали с помощью ГРВ умерших людей в течение нескольких дней. Сначала свечение мертвого тела было точно таким же, как у живого. Затем начинало тускнеть и уменьшаться. Все это было бы вполне объяснимо. Температура тела падает, меняется биологический состав крови, происходит изменение тканей, тело высыхает. Если бы эти процессы у всех происходили одинаково. Но, как ни странно, интенсивность свечения была неравномерной в течение нескольких дней и особенно увеличивалась ночью. Первая идея, что ночью аппаратура должна работать по-другому, питание электрическое другое. Поэтому первое, что мы сделали, мы, естественно, проверили всю аппаратуру, все застабилизировали, подключили какие-то батареи, аккумуляторы. Но ничего не изменилось. Опять-таки, каждую ночь у нас наблюдалось повышение этого свечения. Мы сняли одного человека, другого, третьего, четвертого, и у всех это наблюдалось. То есть, вот это явление, которое, естественно, остается пока для нас совершенно непонятным, это явление повышения вот такой энергетической активности, вроде бы, неживого мертвого тела ночью. И оно, конечно, очень интересно, потому что мы сразу вспоминаем эти разговоры о духах, призраках, которые по ночам гуляют где-то. Затем ученые обнаружили, что в каждом случае свечение от мертвого тела было разным. Профессор Коротков сделал невероятное предположение. Это зависит от обстоятельств смерти. Первый тип – это спокойная смерть. Человек умирает в старости, когда он знает, что, да, вот, последние дни, последние месяцы, и вот он уйдет из этой жизни, он уже готов к этому. Люди, которые как-то подготовлены к смерти, которые, ну, спокойно уходят. И вот эти люди, у них, как правило, вот эта активность со временем уменьшалась, ну, и достаточно плавно уменьшалась в течение где-то трех-четырех-пяти дней. Совершенно иное свечение исходило от людей, умерших насильственной смертью или у самоубийц. Они испытывали колоссальный стресс перед смертью. Это кривые, которые гуляли вверх-вниз, это мощные подъемы, это спады, это снова подъемы, это снова спад, и у многих из них в течение пяти-шести дней этот спад не прекращался. То есть, это вот такая мощная энергетическая активность тела, которая под влиянием пережитого стресса никак не может выйти в спокойное состояние. И мы тут сразу вспоминаем все наши разговоры, древние еще разговоры о том, что душа не может успокоиться. В случае мгновенной смерти, например, в автокатастрофе, когда человек не успевал понять, что с ним происходит, это свечение практически сразу исчезало. Это как бы фонтан энергии, который исходит из тела. Буквально вот как фонтанирует эта энергия, и как будто вот такое излияние, и там уже это происходило достаточно быстро, то есть в течение часов, не дней даже, а часов. И потом все прекращалось. Эти эксперименты доказывают, что тело человека лишь биологическая масса, которая оживает только благодаря некой силе, которая наполняет его до самой смерти. Как только человек умирает, заряд жизни душа улетучивается. Но что это за сила? Можно ли ее описать, измерить, увидеть? Говорить о душе как о некой физической или химической субстанции невозможно. С уровня сегодняшних знаний, с уровня сегодняшней науки, конечно, мы не можем описать. Большинство исследователей сходится в том, что душа нематериальна, но все же пытаются доказать ее существование. Есть мнение, что человеческая душа имеет определенный вес. Эксперимент провел американский врач Джой МакДугал. Взвешивая умирающих больных, он установил, что после того, как человек уходит в мир иной, вес его тела уменьшается на 21 грамм. Эксперимент этот многократно повторяли даже самые упрямые скептики, и результат был одинаков. Получается, душа весит 21 грамм. Сейчас я всегда задаю очень простой вопрос. Можно ли измерить магнитное поле? Студентов спрашиваю. Ну, естественно, говорят, все говорят, да, как же так, мы его меряем. Ответ неправильный. Измерить магнитное поле нельзя, невозможно. Можно измерить только влияние магнитного поля на какие-то процессы. На движение магнитной стрелки, движение тока, зарядов и так далее. И по ним судить о величине магнитного поля. Точно так же, можно ли измерить радиоактивность? Опять-таки, невозможно. Можно измерить только влияние радиоактивности на различные процессы, которые вот нам будут показывать уже индикатором. Точно так же душа. Знаете, душа нематериальна. Ее нельзя душу схватить, померить, посмотреть. Можно только увидеть влияние души и духовных процессов на нашу жизнь, на материальные процессы. Ученые пытаются дать научное обоснование тому, что видят люди в момент клинической смерти. Ослепительный свет в конце тоннеля, чувство невесомости, мелькающие кадры прошедшей жизни, всепоглощающее чувство спокойствия. Так описывают свое состояние те, кто перенес клиническую смерть, но не переступил черту. Ничего удивительного нет, что при таких вот ситуациях, когда мозг находится, в особом состоянии, и он уже вот так напрямую не связан с телом, и сознание может путешествовать отдельно, люди могут получать самую разнообразную информацию. Когда человек выходит в клиническую смерть и потом возвращается обратно, у него срабатывает что-то в сознании, и он понимает, что ему дан второй шанс. И мы знаем массу историй таких, они описаны, когда люди начинают абсолютно новую жизнь, с новым отношением к жизни, и начинают уже совершенно по-другому радоваться и получать довольствие от жизни. Не ставят под сомнение существование души и в религиях, но, как правило, не описывают ее. Душа – это такая, ну, нематериальная субстанция, которая присуща каждому человеку и вкладывается от Бога, дается человеку каждому. в некой литературе мы можем встретить, что она может иметь подобие человека, такой, некий, как тень. Но это, конечно, только их домыслы. Ну, я думаю, что можно сравнить, например, с электричеством, то есть, можно ли описать электричество, вот, примерно, так же. Некоторые утверждают, что видят и слышат души, но и они описывают ее довольно абстрактно. душа это энергетическое тело, это как сгусток небольшого тела. Она может расти, может уменьшаться. Она у каждого человека, и она вечная. Так же, например, когда говорят по-нашему, что душа перевоплощается в другое тело, да, допустим, рождается человек, нет, я не согласна, так как я медиум. Вот, например, возьмите кусочек снега, отломите маленький кусочек и отдайте. То же самое душа, она вечная, просто отдается небольшой кусочек этой души и рождается там, допустим, внук, правнук. Но в том, что у человека есть душа, пожалуй, уже не сомневается никто. Умирать было не больно, было просто непонятно, что дальше. Я стал подниматься наверх, просто как оболка. Я попал в это белое пространство, в котором я себя ощущал легко, но в то же время ничего не увидел, кроме все белое. Все было белое. И по мере того, как я поднимаюсь выше, оно становится светлее. И в какой-то момент времени меня кто-то взял за руку. Сложно сказать, это эмоционально тяжело, но я себя почувствовал не брошенным. и постепенно вот этот туман, вот эти облака, они стали рассеиваться. И происходит какое-то уплотнение, ну, можно назвать в виде какой-то такой трубы. Но когда я стал разглядывать, я увидел, что она состоит из маленьких кирпичиков, это маленькие души. И через какое-то время пришло сознание, что я их все знаю. и по мере парения поднимания меня вверх, они становились крупнее, и их тысячи, их просто тысячи. Но я точно знаю, что я каждого знаю. Я понимаю, что где-то когда-то с ними встречаться. Каждый из этих людей уже не раз умирал. Они точно знают, что живут далеко не первую жизнь. У них получается вспомнить свои прошлые жизни в состоянии медитации. Ведущая семинаров по реинкарнационной терапии психолог Мария Монок утверждает, что каждый из нас уже имел десятки, если не сотни воплощений на Земле и на других планетах. И всякий раз, проживая, возвращался домой. Это можно было бы считать вымыслом, полетом фантазии или просто мечтой, если бы десятки людей по всему миру, имевших подобный опыт, не описывали обитель души и свое возвращение туда одинаково до мельчайших подробностей. Есть ощущение, что я иду домой, что как бы вот все, что дальше, все это знакомое, любимое и там, где я могу быть самим собой. Я очень быстро поднимаюсь, очень быстро, скорость очень большая и вижу вот это слоистое пространство и есть внутреннее интуитивное знание, что вот мой слой повыше, но не так высоко, где-то я останавливаюсь. Захожу туда и мне есть ощущение, что мне нету ощущения, что кто-то меня должен встречать, и меня никто не встречает в принципе, но там много таких же энергетических густков, как души, наверное, которые смотрят за мной, наблюдают, и я ощущаю совершенно необычное, необычайное такое вот волшебное пространство любви и принятия. Мне очень хорошо там. Все, кто когда-либо проходил подобный сеанс реинкарнационной терапии, утверждают, что там ждут отчета о прожитой жизни. И они все в какой-то момент начинают чувствовать волнение, что им сейчас придется куда-то идти, отчитываться, по-разному это описывают, кто-то говорит, что это как экзамен сдавать, кто-то это описывает как зал суда. Вот это волнение всегда присутствует, что тебе все равно придется отчитаться о той жизни, которой ты прожил. На самом деле, когда ты приходишь на этот совет старейшин, все однозначно, когда уже туда попадают, говорят о том, что присутствует ощущение любви и принятия. Тебя принимают любым. Это поразительно, но и по ту сторону океана люди рассказывают то же самое. В институте Майкла Ньютона уже больше десяти лет погружают людей в состояние глубочайшего гипноза. Именно в таком состоянии можно связываться со сверхсознанием. Основатель института, известный американский гипнотерапевт Майкл Ньютон 35 лет изучал потусторонний мир. За это время он провел более 7 тысяч исследований. для того, чтобы связаться с сверхсознанием, конечно, требуется много времени. Сначала нужно вернуться в детство и вернуть себе утерянные счастливые воспоминания и опыт, полученный в то время. Затем клиент совершает путешествие во времена до своего рождения, в утробу своей матери, когда его душа соединилась с телом. И в этот момент мы активируем память, память, существовавшую до всех инкарнаций. Затем мы двигаемся в прошлые жизни, те, которые имеют определенное значение для клиента. Потом мы двигаемся к моменту смерти в той инкарнации и переходим в мир духов. И именно тогда начинается само исследование. Специалисты института фиксируют воспоминания каждого человека. Разумеется, восприятие каждого из них индивидуально, точно так же, как и уровень интеллекта, фантазия, словарный запас. Но сопоставляя описания тысяч людей, сам Майкл Ньютон, а затем и его последователи, ученые из института Ньютона, составили достаточно точную и детальную картину потустороннего мира, мира, где обитают души. Очень часто люди описывают здания кристаллической структуры. Самое лучшее описание, которое я слышал за время сеансов, это жидкий свет. Опять же, я думаю, что души, возвращающиеся домой, разговаривают об этом месте на нашем довольно ограниченном языке. Они пытаются описать его энергетику при помощи физических терминов. Люди рассказывают о зданиях с колоннами и ротондами. Мы очень часто слышим такие истории. Существуют ли в том мире здания как таковые? Я думаю, нет. Но по-другому описать эти объекты мы просто не можем. Каждого встречает там проводник. Специалисты института Ньютона утверждают, что только зрелые души, воплощавшиеся уже тысячи раз, не нуждаются в гиде. Описания людей меняются в зависимости от их опыта, воображения, культурной и религиозной принадлежности. Но никто не рисует страшных и неприятных картин. Мы можем видеть все эти дворцы с кристаллической структурой и другие места. Мы можем видеть сады и людей. Но действительно ли они существуют? Или же эти зрелища показывает нам наша собственная душа? Если в потустороннем мире вы будете представителем коренной американской культуры, вам явятся лекарственные растения. Если вас интересует буддизм, вы сможете увидеть монаха. Если вас интересует культура аборигенов, вы увидите шамана, и он будет вашим богом. Вам может явиться какая-нибудь религиозная фигура, например, Богородица. Вам могут явиться любые архетипы ваших богов, потому что вы хотите, чтобы они вам явились. По прибытии в мир иной с душами происходит процесс исцеления или омоложения, процесс очищения от жизни, после которой душа вернулась домой. Каждое воплощение на земле это опыт. Положительный или не очень каждый решает уже потом, после земной жизни. А затем души обычно отправляются к высшим существам, встречаются и говорят с ними. Мы называем их старейшинами или советом старейшин. Они преподают душам уроки выполнения задач, над которыми те работали на протяжении всей жизни. В некоторых тамошних обитателей есть различные роли и функции. Кто-то встречает новые души, кто-то их провожает, кто-то воплощает в реальность объекты физического мира, кто-то занимается другими делами. Исследовать то, что происходит в этом огромном пространстве удивительное занятие. Если все это действительно так, то наша жизнь не напрасна, и любой человек имеет свое предназначение. В каждом воплощении душа развивается, набирается мудрости, а это значит, что у нас есть шанс исправить свои ошибки в будущих жизнях, а имея возможность увидеть свои прошлые жизни, не повторить эти ошибки сегодня. Атеист скажет, что все полные выдумки, это сказки. Где подтверждение этому? Подтверждение этому мы находим только в Священном Писании, которое является для православной церкви, для всех христианской церкви, в том числе православной, непреложным авторитетом. Там говорится о том, что есть веселье в этом месте и блаженство, веселье души и радость. Еще совсем недавно источником знания о потустороннем мире были только священные книги разных религий. Но ведь их тоже писали люди. Кто-то называет их пророками, кто-то святыми. Ясно одно, это были пытливые умы, развитые интеллектуально и духовно люди. Возможно, они использовали те же самые практики для подключения к мировому разуму и получению информации, что и сейчас. Просто называли это божественным откровением. Это удивительно, но то, как рассказывается о жизни после смерти в Библии, Коране и других святых писаниях, очень похоже на то, что видят люди на семинарах по реинкарнационной терапии и во время сеансов гипнотерапии. Всевышний говорят, рай, больше там смерти нет. Представляю, можно мне это представить, больше смерти нет. Больше болезней нет. Больше беспокойства нет. И живут долго, да, очень долго, то есть очень долго никогда не кончается. Там вы будете с теми, кого вы любите. То есть кого вы любите здесь, с кем вы связаны в этой жизни, там вы тоже будете с ними. в каране есть упоминание неких фруктов, которыми питаются в раю. Они немного похожи на земные, но обладают неслыханным ароматом, не портятся и не гниют. Говорится и о райской одежде, но современные ученые считают, что речь идет вовсе о нерукотворной одежде из ткани. Люди говорят, что видели там некую одежду, но если попросить их описать ее подробнее, они говорят о том, что эта одежда сделана из энергии. Из души исходит определенный вид энергии, который часто окутывает ее. Люди считают, что это одежда, но, конечно, она не имеет ничего общего с земной одеждой. Возможно, и описание райских садов не так уж далеко от истины. Во всяком случае, никто из тех, кто путешествовал между жизнями, не описывает многоквартирные блочные высотки, в которых живут в земном мире. Это совершенно другой нематериальный мир. Но, тем не менее, примиряясь к нашим материальным понятиям, материалистическим, святые отцы описывают прекрасные дома из драгоценных камней, луга, пение птиц каких-то диковинных. То, что максимально может доставить человеку наслаждение. Здесь все такие ассоциации. В апокалипсисе в откровении Анны Богослову, уже в священном писании, мы встречаем описание нового Иерусалима, небесного Иерусалима, которые сделаны из драгоценных материалов, из золота, из драгоценных камней, ворота, сами здания, улицы, как чистое золото. Впрочем, есть мнение, что души после смерти не покидают этот мир, а существуют в нашем, просто в другом качестве измерения. Но вы остаетесь примерно таким же существом, как и до этого. Просто имеете тонкий ум, тонкое энергетическое тело. Грубого тела у вас нет. Вы можете видеть всех окружающих, а они вас не могут. Вы сохраняете все те же чувства. Вы хотите с ними поговорить, а они вас не видят. Вы расстраиваетесь из-за этого. То есть все то, что показано в фильме «Привидение», это очень-очень похоже на правду. Это тоже основано на буддийской философии. Буддисты считают, что после смерти никто не покидает Землю, а сразу происходит перерождение. Это состояние называется бардо. В нем существо пребывает в тонком теле, и вот в этом теле оно способно передвигаться очень быстро и отправиться куда угодно. Это промежуточное состояние по времени длится максимум 49 дней, а после этого существо перерождается. Фантастическими выглядят выводы американского ученого Гэри Шварца. По его мнению, энергия и информация от умерших людей задерживается во Вселенной. Люди подобны звездам, они постоянно испускают невидимые фотоны света, и эти фотоны устремляются в космос. То, что наша энергия, информация и наше сознание продолжают жить, так же вероятно, как и то, что продолжает идти свет от далеких, тысячи лет назад угасших звезд. Наталья Элесова медиум. Она с детства видит и слышит покойников. Экстрасенс утверждает, что все они здесь, рядом с нами, они никуда не уходят. Возможно, умершие родственники становятся ангелами-хранителями. Есть случаи, когда люди, потерявшие близких, говорят, что чувствуют их присутствие и могут даже общаться с ними во сне. Иногда умершие именно во сне предупреждают или предсказывают трагические события. Вот, например, наша земля, мы ходим, мы ходим к себе в квартиры, домой, на работу. Они также живут здесь, только другое уже измерение. Мы их не видим, а они нас все видят. Им очень легко, им очень приятно, у них ничего не болит, как у нас. Но и Наталья описывает это другое измерение примерно в тех же выражениях и образах, что мы уже слышали от людей, вспоминавших жизнь между жизнями. Ну, допустим, как слой. Слои идут. Волнами. Цвет, как вода, чуть-чуть серым. И много, как кажущего мне, дыма, но мое воображение так видит. Я так думаю, мы там все будем и узнаем точнее. Все это звучит невероятно. Неужели столько людей могут ошибаться? Или факт бессмертия души можно считать доказанным? Бессмертие души, я думаю, что, опять же, я говорю, с уровня современных знаний, думаю, что да. Но думаю, что на протяжении еще не одной сотни лет мы будем рассматривать это как отсутствие каких-либо доказательств о том бессмертии души, то есть о чушь, что это чушь, что это выдумка, что это хорошая сказка. Почему? Понимаете, человечеству нужна сказка. Нужна сказка. И религия, это вообще, любая религия, это вообще хорошая, приятная сказка для того, чтобы человеку было легче жить в этом мире. Я как раз рассказывала о том, как все начиналось, как мы сидели в этой темной комнате, в доме на Гелеспи-роуд. Да, помню, мы проводили там сеансы, сидели в темной комнате и старались вызвать духов на диалог. Да, а потом мы выяснили, что это было необязательно. Там было очень душно, и мы не включали свет. Ты помнишь первый голос, который сказал, я прихожу сюда каждую неделю? Да, помню. Для английской журналистки Джуди Чишелн и ее сына Виктора тот день стал самым важным в жизни. Наконец им кто-то ответил, ведь они тщетно пытались записать голоса с того света уже полгода. Все это началось после того, как умер мой старший сын. Это было в 1992 году. И тогда я решила, что должна найти его. мы ходили в церковь и задавали Викарию различные вопросы. Я даже общалась с епископом нашей местной церкви. Я спрашивала его, существует ли рай. Он был очень удивлен, что я задала ему этот вопрос. И он ответил, да, рай должен существовать. И прямо скажем, этот ответ меня не удовлетворил. Через два года Джудит познакомилась с медиумом. Он утверждал, что может устанавливать с духами физический контакт. Он устраивал спиритические сеансы у себя дома. Джудит решила, что это ее шанс. Иногда во время сеансов за столом сидело семь или восемь человек, мужчины и женщины. И происходили разные вещи. Например, стол двигался или по нему кто-то стучал. Никакое из этих событий убедительным нам не показалось, потому что мы невероятно скептичны. На один из таких сеансов Джудит взяла с собой маленький магнитофон. Она хотела записать сеанс на пленку, узнать, с какой стороны раздаются стуки, кто двигает стол, понять, что происходит. За столом было всего три человека, двое мужчин и я. И когда на следующий день я прослушала запись дома, я услышала женский голос. Это был не мой голос. Женщина просто сказала Джудит. Очень тихо и спокойно, но очень отчетливо. И я тогда подумала, странно, кто же произносит мое имя? Кто бы это мог быть? Но это ведь не я. Так кто же? Что вообще происходит? И тогда я решила, что должна разузнать об этом феномене больше. Научный мир потрясен. Знаменитый американский ученый и изобретатель Томас Альва Эдисон разрабатывает аппарат, которым могли бы оперировать те, кто перешел в иной мир. Статья об этом появилась в октябрьском номере American Magazine. Еще один авторитетный научный журнал Modern Mechanics Magazine опубликовал материал о секретном эксперименте в лаборатории Эдисона, в результате которого была разработана машина, вступившая в контакт с призраком. Согласно статье, аппарат был снабжен фотоэлектрической батареей и излучал свет, в котором проявился дух. На самом деле словоположником был не Томас Эдисон, как читают многие, а Никола Тесла. Никола Тесла впервые установил связь с Тонким Миром через свое изобретение спиритическое радио Николы Тесла. Исследователи в этой области утверждают, что и знаменитая башня Ворденклифф предназначалась вовсе не для обеспечения города электричеством, как принято считать, а для связей с иным миром. Он имел определенную связь с миром, телепатически общался с ушедшими на тонкий план и был основоположником этого всего. Тесла просто не хватало на самом деле финансов, чтобы воплотить все это задуманное. Многие ученые изобретатели были уверены, рано или поздно получится наладить связь с потусторонним миром. Такими опытами также занимался Маркони. Он говорил о том, что рано или поздно будет изобретена машина, которая сможет записывать голоса духов. В те времена он не мог ее создать. И он оказался прав. Не прошло и ста лет, как такую машину изобрели. Этим чудесным прибором оказался обычный магнитофон. В 1959 году швед Фридрих Юргенсон первым зафиксировал феномен электронных голосов. Он записал на магнитофон голос умершей матери. Он был у себя в саду. По-моему, он жил в Гетербурге, в Швеции. Он был кинопродюсером. И он записывал пение птиц для какого-то документального фильма, над которым тогда работал. Затем на записи он услышал голос своей матери. Он его узнал. Она сказала «Мой маленький Фридл». Это было его прозвище. Так его ласково называла мать. не предполагал, что нечто подобное возможно. Свой метод связи с миром мертвых Юргенсон назвал инструментальной транскоммуникацией, а явление называет феноменом электронных голосов. Жудет читала, изучала и, наконец, решила сама попробовать записать голоса. Она выделила для экспериментов отдельную комнату в доме. Раз в неделю Джудет и ее сын Виктор в течение часа сидели в полнейшей темноте и разговаривали, записывая при этом свой разговор на магнитофон. Они делали паузы в разговорах, надеясь, что их кто-нибудь заполнит. Они мечтали, что Бол поговорит с ними. Но и спустя полгода ничего такого не произошло. Нам эта процедура очень надоела. Мы были расстроены. Мы собрались провести наш сеанс в последний раз и больше никогда не заниматься этим смехотворным занятием. Мы пришли в ту комнату и я сказала в магнитофон. Если вы не поговорите с нами сегодня, то мы больше не будем этим заниматься, иначе в наших сеансах нет никакого смысла. И когда потом мы прослушали запись, на ней был слышен мужской голос, который сказал, я прихожу сюда каждую неделю. Всего пять слов. Мы были в полном восторге. Этот голос появился неоткуда. С того дня, когда бы они не садились в той комнате, на пленке всегда появлялись голоса. Это были длинные предложения или всего несколько слов, но люди с того света говорили с ними. И хотя Джудит занимается этим почти уже 20 лет, ей по-прежнему не верят и считают сумасшедшей. Это сложно, потому что многие люди спрашивают, например, не мешает ли мне жить голоса у меня в голове? И все в таком духе. Они просто мне не верят. Люди верят мне только в том случае, если сами прошли через нечто подобное. А это бывает очень редко. Не все могут слышать такие голоса. чтобы общаться с призраками, медиуму Натальи Ильясовой не нужна никакая техника. Она уверена, что только избранным дана способность заглянуть в тот мир. Это особый дар и важная миссия. А все попытки ученых записать голоса с того света фальсификация. Любые врачи, психологи, профессора, они возможно и дальше будут это изучать. Но никогда они общаться не будут. Я медиум и то у меня получается маленькими кусочками. Просто у человека это очень тяжело. Но уже тысячи людей во всем мире вовлечены в эти эксперименты и получают сообщения различного качества. Едва слышимые сообщения на магнитной ленте, как это было в начале, превратились в отдельных исследователей в громкие и продолжительные диалоги с использованием как бытовой радиоаппаратуры, так и специально построенных технических комплексов. Транскоммуникационные организации существуют в США, Бразилии, Испании, Германии, Франции, Люксембурге и других странах. Я могу включить диктофон на ночь. Я уже так делала. А наутро на пленке оказывается очень много разговоров. Эти голоса можно услышать только со звукозаписывающего устройства, никак иначе. Некоторые голоса звучат отчетливо, некоторые очень невнятно. Иногда это шепот, иногда крик. В отличие от наших голосов, у этих нет тона, нет окраски. Слушать их довольно сложно. Некоторым людям и вовсе не дано их услышать. Джуди Чишел утверждает, что голоса людей появляются на пленке случайным образом. Говорить может кто угодно, каждый, кому предоставляется такая возможность. Они могут говорить в течение нескольких часов, в том числе и обо мне. Ну, например, смотри, она в постели. Скажи, чтобы она просыпалась. Они называют меня по фамилии. На самом деле это довольно грубо. Или кто-нибудь говорит «Я сгорел в печи». Ну, очевидно, что тело этого человека кремировали. Но суть в том, что люди постоянно что-то говорят. Откуда они приходят? Вещи, которые они говорят, свидетельствуют о том, что загробная жизнь все-таки существует. Другие исследователи рассказывают, что наладили устойчивый контакт с так называемыми операторами с того света. По их информации, первый выход на связь, произошел в 2004 году и с того времени периодически в случае необходимости ведут диалоги и получают ответы на конкретно поставленные вопросы. 25 августа 2004 года в центральной части России произошли сразу две авиакатастрофы. С разницей в 4 минуты разбились два самолета. Первый лайнер Ту-134 выполнявший рейс Москва-Волгоград из Домодедова упал в Тульской области. Второй самолет Ту-154 выполнявший рейс Москва-Сочи также из Домодедова разбился в Ростовской области. Перед катастрофой Ту-154 подавал сигнал СОС. Тогда к поиску разгадки катастрофы подключились специалисты из Российской Ассоциации инструментальной транскоммуникации. Они попытались получить ответ оттуда. Было очень много версий которые также не были проработаны. И вот станция которая вышла на связь она сказала на борту был террорист. Невероятно но эта версия очень скоро подтвердилась. Взрывы в самолетах устроили террористки смертницы. Причину еще одной авиакатастрофы взялся установить член РАИД программист из Херсона Сергей Зубрович. 2 апреля при взлете в аэропорту Рощина в 45 километрах от Тюмени разбился пассажирский самолет АТР-72 авиакомпания Ютайр выполнявший рейс Тюмень-Сургут. Ответ можем услышать довольно четко. Сын самолет который разбился под педу Сын самолет который разбился под педу Сын АТР-72 Сын АТР-72 Это улучшение с Тюмень Сын Сын Возможно Сергей Зубрович никогда бы не узнал что такое феномен электронных голосов если бы не несчастье Его девушка умерла от лимфогранулематоза а через три месяца в его мобильном раздался звонок номер не определился Звонок был неопределен я сразу узнал голос моей девушки и голос сказал в начале в начале пошли помехи и потом был такой неуверенный голос Сергей Сергей и звонок повторился два раза я думаю что каждый любимый человек он сразу узнает голос инструментальная транскоммуникация это мост между нашими мирами наконец-то мы можем узнать как живут люди после смерти они сами об этом рассказывают все это звучит уж совсем неправдоподобно и никак не укладывается в представление об устройстве мира ни с научной ни с религиозных точек зрения как НЛО там бесконечный разговор на эту тему одно мнение сменяет другое выясняется потому что это какие-то жулики или для каких-то их целей это делали я думаю что ну как-то я очень скептически к этому отношусь как это будет до бесконечности все подобные явления мнения вокруг любого голоса существуют какие-то верберации ультразвуковые да вот я говорю а вокруг меня другие есть то есть если развожить сейчас мой голос то можно получить и ультразвуковые то есть высокочастотные и низкочастотные звуки которые человеческое ухо не не слышит просто но если его записать на компьютере то может быть можно на самом деле и вычленить какие-то буквы слова и прочее 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 я уверен что там там ничего нет то есть нет даже там но если подобные эксперименты наполняют жизнь смыслом дают надежду и помогают сотням людей значит это стремление к исследованию загробного мира не напрасно но мы можем считать что после смерти мы не просто превращаемся в прах у каждого из нас есть надежда на то что жизнь наша не бесцельна и она не заканчивается смертью во все это очень сложно поверить эти свидетельства похожи на сюжет фантастического фильма почему если все так просто только единицы слышат голоса умерших родственников почему только сейчас стало возможным установить эту связь с другой стороны зачем такому количеству независимых друг от друга ученых по всему миру устраивать глобальную мистификацию возможно очень скоро ответы на эти и другие вопросы мы услышим от самих ушедших в мир иной остается только напомнить что 4 июля 2012 года мир облетела сенсация большой андронный коллайдер позволил открыть бозон Хиггса ту самую частицу бога именно из этих божественных частиц и состоит информационное поле нашей планеты их свойств не знает никто возможно они разумны и обладают чистой энергией из которой образована наша вселенная а может быть это те самые совершенные души которые достигли просветления и навсегда покинули наш мир они наконец обрели то о чем веками мечтает человечество бессмертие бессмертие бессмертие